Музыка Онлайн забег. Такую альтернативу традиционному сибирскому международному марафону предложили любителям бега организаторы в этом году. Вместо одного дня с массовым стартом забег было решено провести в течение недели. Дистанция для всех одна – три километра. Но каждый участник мог самостоятельно выбирать день, время, а также трассу для совершения пробежки. Мы предлагаем пробежать в нескольких форматах. Первый – это участник сам выбирает свой маршрут. Второй маршрут – это мы в качестве рекомендации предлагаем участникам пять трасс, уже размеченных в рекреационных зонах нашего города. Это Омская крепость, парк Птичья гавань, парк 300-летия Омска, 30 лет ВЛКСМ и Советский парк. Во всех этих парках на входе есть размеченная трасса, куда участник может подойти, посмотреть, как ему пробежать. Многие участники онлайн-забега выбрали трассу вдоль набережной Иртыша со стартом и финишем у Тобольских ворот. Место традиционное для сибирского международного марафона. Бежали как поодиночке, так и небольшими группами. Мы бежали своей командой от школы бега спортивного Омска. Мы бежали больше в удовольствие для того, чтобы, скажем так, пробежать все вместе, получить все равно какую-то долю эмоций, пусть не многочисленной, но хотя бы небольшой командой. По времени мы задачи не ставили, мы ставили задачу просто пробежать. Конечно, сам забег проходил в офлайне. Онлайн только регистрация и результаты. Одно из условий участия – использование фитнес-трекера для бега. Время преодоления дистанции значения не имело. Каждый бежал в комфортном для себя темпе или даже мог идти. Почему решили принять участие в забеге? Потому что марафон отменили, решили так сами по себе побегать. А марафоны часто бегаете? Каждый год. На каких дистанциях? На 5 километров. Бегаем только летом, но Аня у нас танцами занимается, поэтому спорт для нее постоянный. Поспевала за папой? Да. Как вообще ощущения? Круто. После окончания забега участники отправляли организаторам скриншот трекера. Каждый пробежавший в итоге получил медаль. В онлайн-забеге принимали участие как жители региона, так и гости нашего города. Пробежали не 3,5 километров, потому что бежалось в охотку. Успели посмотреть много достопримечательностей. Метромост, достопримечательностей, дышь, сам понятно. Получили несколько замечаний от местных жителей, которые мешали мы бежать. Они тоже бежали быстрее, чем мы. Это радует. Так что все супер. Некоторые известные российские и иностранные марафонцы также поддержали забег дистанционно. Свои призывы не оставаться в стороне от бегового события они выкладывали в соцсети. Уважаемые участники Омского марафона, передаю всем большой-большой привет. Сложившись с ситуацией, я решил поддержать всех, кто был зарегистрирован на Омский марафон и пробежал сегодня тоже 3 километра в онлайн-формате. Так что давайте не будем унывать. На следующий год обязательно все увидимся, всем здоровья и обязательно встретимся все на Омском марафоне 2021. Привет! Я Скотт Крайтон из Ланкашера. И я вместе с классными парнями из детского футбольного клуба Bumber Bridge United хотим быть частью сибирского международного марафона. Мы с этими 11 футболистами пробежим 3 километра. Желаем всем участникам удачи и всего самого лучшего. Вперед, сибирский международный марафон! Приятно, что наш формат подлежали не только иногородние участники, есть зарубежные поклонники нашего события. Бегали онлайн, Омский онлайн-забег и за рубежом. И я думаю, что статус международного события даже в этих условиях, когда не могут в живую приехать в наш город, который интересен людям, который многими даже уже любим. Вот такой завышенный формат позволил сохранить статус события не только омского, не только нашего регионального, но и межрегионального и даже международного. В итоге с 27 июля по 2 августа на 3-х километровую пробежку на свежем воздухе вышло более 2000 любителей бега. Этот старт стал самым нетрадиционным беговым событием в серии забегов сибирского международного марафона. Редактор субтитров А.Семкин